Ребята, всем здорово! Сегодня я в кадре, потому что приехал ноутбук из Китая за 257 долларов. Он очень похож на макбук. Когда я увидел картинку, я сказал, да не может быть, снова макбук из Китая за 257 долларов. Но название у него немножко другое. Это компания Jumper. Они мне заслали ноутбук. Я от него жду, чтобы он просто работал, потому что он китайский. Сегодня мы откроем эту коробку, посмотрим, как он выглядит и сделаем вообще выводы. Нужно ли заказывать ноутбук из Китая за 257 долларов? Поехали! Mobile Light Wireless G3 от компании Kingston. Это портативное мобильное устройство, которое заряжает гаджеты, дает беспроводное подключение к цифровым девайсам, читает флешки и карты памяти. А Wi-Fi роутер и бэкап данных в один клик. Это приятный бонус. Покупай в сети DNS и получи сертификат на 500 рублей. Ссылка в описании. Кликай. Итак, я немножко здесь коробку открывал, потому что до конца не понимал, что это приехало. Было написано ноутбук. Я такой, я же ноутбук не заказывал. А потом вспомнил. Да, есть такая компания, как казалось, Jumper. И у них это не первый ноутбук. Это у нас ESBook 3. И понимаете, до этого выходили другие модели. Сейчас я посмотрел, что есть еще заряженные модели. У меня 14 дюймов, 4 гигабайта оперативной памяти. Какой-то там Intel процессор, ну соответственно какой-то мобильный. Full HD разрешение, 10 тысяч миллиампер батарея. Выглядит он круто. Алюминиевый корпус. Короче, тут прям вообще надо брать, понимаете. И потом я нашел, что есть версии еще заряженные, которые идут в 13,3 дюймов, 6 гигабайт оперативной памяти. И это стоит в районе 300 долларов. Короче, вот так выглядит коробка. Производитель называется Jumper. Ну ребят, скопировали по жесткому, потому что по картинкам то, что я видел. Но он очень похож на макбучек. Здесь у нас есть характеристики. Все написано. 14 дюймов. Процессор Intel Apollo Make N3350. Если кто в этом разбирается, пожалуйста, я не внедрялся. Потому что я понимаю, что за эти деньги игрового компьютера не будет. 4 гигабайта оперативной памяти. 64 здесь у нас встроенной. Есть The Book 3. Открываем. Так, открываем, открываем. Сейчас мы это все откроем. Так, смотрим, что у нас в коробочке. Ну выглядит все достойно. Доехала тоже достойно. Все в порядке, ничего не развалилось. Открываем верхний у нас контейнер. И здесь, скорее всего, будет у нас зарядка лежать. Может, какие-то аксессуары. Может, нам китайцы что-нибудь бесплатно закинули. Да, бесплатно закинули только переходник. Вот такая вот зарядка. Зарядка штекерная. И, в принципе, вот так это все делается. И все у нас заряжается. Ну, поехали дальше. Что здесь еще интересного? Мне, на самом деле, интересно посмотреть на сам ноутбук. Потому что все остальное это такое. Все? Все? Нет, еще что-то есть. О, здесь у нас и клавиатуры дополнительные, наклейки, бумажки, уплотнители. Оп. Так, есть у нас бумажка. Ребят, есть бумажка, мануалка для компьютера. Но, наверное, никому не пригодится. Что я вижу? Очень даже прикольные штуки. Я вижу наклейки на клавиатуру. То есть, есть у нас и русский здесь, и английский, и все, что хотите. То есть, китайцы уже продумали, что наша аудитория, скорее всего, не покупает ноутбуки. Потому что на клавиатуре нет русских букв в гравировке. И поэтому надо наклеивать, искать. И поэтому людей это останавливает. Пожалуйста. Три комплекта. Здесь вроде, если я не ошибаюсь, в описании было написано. Это приехало, кстати, с Алиэкспресса. И было написано, что есть испанская клавиатура. Ну, короче, все, что надо есть. Вот он сам ноутбук. Какой легкий. Здесь вес килограмм триста грамм. И он должен быть алюминиевый. Че? Смотрите. Это же просто игрушка. Это же просто игрушка, ребят. Ну, просто как десятидюймовый планшет, немножко потяжелее. Ну, выглядит он вот так вот. Выглядит просто как алюминиевый. Как алюминиевый макбук, да? И здесь вот, если яблоко сюда врезать, то будет вообще шикарно. А так здесь наклеечка производителя Jumper. Так, что у нас здесь есть? Мы должны его открыть. Мы должны его открыть. Ну, и здесь то, что я и видел по картинке. Смотрите. Как это все выглядит. Ну, вот кто скажет, что это не макбук, посмотрите картинки, вы поймете, что это макбук Air 13, 13 дюймовый. Но здесь немножко побольше все. И достаточно все прикольно даже выглядит. Когда я заказывал первый компьютер макбук, именно макбук копию с Китая, это было жесть. Он плохо работал, зависал, и им невозможно было пользоваться. Так как это производитель Jumper, я думаю, что он должен работать хорошо. И сегодня, конечно, мы это посмотрим. Я не буду запускать игры, приложения, я просто сделаю свое какое-то заключение по этому компьютеру. Потому что, ребят, это офисный аппарат, на котором можно работать, можно брать с собой в путешествия. Ну и, в принципе, наверное, все. Здесь у нас снизу камера встроена. Так, из разъемов, что у нас есть? У нас есть, подключается зарядка, у нас есть USB, у нас есть HDMI. На этой стороне у нас есть еще один USB, есть картридер для microSD карточек. Есть вход для подключения наушников. Все, больше ничего нет лишнего. То есть, крышечка все держится. Так сказать, первый запуск. Включаем. Так, тишина пока. Оу, пошел работать. Я хочу заценить экран. Мне интересно, что такое китайский Full HD на ноутбуке. Если честно, я не ожидаю супер качества. Но хочется, чтобы это было просто достойно. За 257 долларов минус кэшбэк. Кстати, ссылку на кэшбэк оставлю в описании. Пользуйтесь, там будет у вас 7-8% минус. Поэтому на такой сумме это действительно хорошая скидка. Юзер. Сейчас посмотрим, что здесь языком вообще. Скорее всего, может мне уже установили здесь русский. Чтобы я как бы открыл, не сказал. Вот здесь нет русского языка, представляете? Ну, бывают такие обзорщики. Поэтому, скорее всего, установили, чтобы все было четко. Оу, все. Все, ребята. Компьютер загружен. Компьютер у нас работает. Если я не ошибаюсь, у нас матовая такая матрица. Потому что ничего не блестит. Все четко. Все четко видно. По экрану первое впечатление. Ну, как бы нормальный экран. 14 дюймов Full HD. Но мне кажется, что может это не максимальная яркость. И сейчас я поменяю ракурс, чтобы вам вообще все было видно. Субтитры сделал DimaTorzok. Красавчик. В принципе, я не знаю. Вот подменили бы ночью, я бы проснулся и дали бы мне этот ноутбук в руки. Я бы сказал, что это за макбук. Свежий, старый. Ну, реально очень похож. Итак, первое впечатление. Я им вообще не пользовался. Буду рассказывать то, что в принципе я вижу. И то, что мне приблизительно понятно. Итак, трекпад. Он же тачпад. Как он работает? По первым впечатлениям он работает даже как-то слишком хорошо. Сейчас мы посмотрим. Зайдем в мой компьютер. Так, быстренько зашли. Все окей. Давайте закроем. То есть отклик даже, я вам скажу, неплохой. Стоит Windows 10, конечно же. Опа-на. И у нас поддерживается касание двумя пальцами, как в макбуке. То есть сейчас я двумя пальцами, как видите, все перелистываю. Вот так. О, это уже круто. Так, давайте разберемся с экранчиком. Сейчас мы найдем настройки. Где здесь? Я на 10 почти вообще не работал. Поэтому я могу жестко тупить. Так как на Windows работал я где-то последние, наверное, года три назад. И о 10 я вообще ничего не знаю. Нужно нам найти параметры. Какие-то параметры. Так, щелчок работает. Параметры экрана. Хочу посмотреть яркость. На всю ли стоит здесь яркость. Так, изменения. Да, яркость стоит на всю. Все четко работает. Слушайте, свайпы, как вот перелистывание такое. Пролистывание, точнее, как на макбуке. Это очень круто. То есть я двумя пальцами, как видите, мне не нужно ничего зажимать. В принципе, я бы, наверное, смог бы работать на этом ноутбуке вообще без мышки. Вот. По экрану, в принципе, достойно. Я где-то так и ожидал. Даже ожидал, наверное, немножко что-то похуже. Что у нас по характеристикам? Заходим в мой компьютер. Правой кнопочкой нажимаем. Свойства. Вот видим то, что у нас здесь есть. EZBook, Jumper, Intel Celeron N3350. 1,1 ГГц. Какой-то мобильный процессор. Я думаю, что, наверное, какие-то мелкие игры здесь и могут пойти. Но в целом рассматривать его, как игровой ноутбук, не стоит. Так, что у нас есть? 4 ГБ оперативной памяти. Это хорошо. Но есть версии заряжения. И там 6 ГБ оперативки. И процессоры вроде получше. Но и стоит он где-то на 40 долларов дороже. Поэтому Jumper, конечно, предлагает выбор. Пожалуйста, выбирайте. Вот. Все четенько работает. Знаете, что я хочу? Сейчас я попробую подключить какую-нибудь песенку. Хочу послушать еще, как же звучат здесь динамики. Потому что, как бы, посмотреть фильм, еще что-то. Ютубчик. Надо понимать, какой здесь звук. Так как работает трекпад? Очень круто. Мне нравится, ребята. Это, наверное, один из таких трекпадов, которым можно реально пользоваться. Мне просто присылали нетбуки от других компаний. Не буду их называть. Которые я вам даже не хочу показывать. Это стыд и позор. Просто, может, когда-то я просто его перееду. Вот. А пока вот то, что есть. Так. Включаем у нас грибы. Громкость. Это у нас на всю включено, да? ФН. Да. Ну, средние, в принципе, динамики. Наверное, такого ценового диапазона здесь в эти деньги получше ничего не засунешь. Звук слышно. Все четко для просмотра Ютуба. Хватит вполне. Но, конечно же, всегда можно подключить Bluetooth-колоночку или еще что-то. Ну, это ноутбук, да? И, как бы, здесь нужно понимать, что звуки всегда в ноутбуках немножко хромают. Что, ребят? Наверное, подведем какой-то итог. Я не хочу здесь делать тесты. То есть, поймите меня правильно. Здесь нет смысла что-то выжимать из этого ноутбука с Intel-овским этим процессором мобильным. Он здесь ничего не выдаст с встроенной графикой. Это просто рабочая машина, которой можно пользоваться каждый день. Которой можно взять с собой, закрыть вот так вот. Потом, наверное, открыть и он должен запуститься или уйти в сон, или еще что-то, или просто выключиться. Ну, такое даже бывает. Давайте нажмем на кнопочку питания. О, проснулся, да? То есть, ну, как-то вот так это все работает. Купил бы я такой ноутбук себе за 257 долларов. Если бы мне нужна была чисто рабочая машина, легенькая, на Windows 10, с нормальным экраном, и, в принципе, очень бюджетным, минус там кэшбэк, получится где-то в районе 230 долларов. Скорее всего, я бы вот этот аппарат взял. Или, ну, как бы посмотрел, понятно, что еще есть на китайском рынке. Но этот ноутбук, по первым впечатлениям, хорош. Это не реклама. Опять же, мне никто не платил деньги, потому что начнете писать в комментариях, что это все опять продажа. Я уже просто, мне надоело это читать. Все, что не делаешь. Все продажа, все реклама. Единственное, что мне не нравится. Не то, что не нравится. Недостатки, как по мне, конечно же, ход клавиш. То есть, они очень интересно нажимаются. Чувствуется, что это все-таки китайщина, да. И, как бы, ну, сейчас мы вот откроем. Я попытаюсь что-то здесь написать. Китай рулит. Вот. Ну, как бы все работает, но, понятно, попахивает бюджетом. Ой, что здесь только нет. Под Китай рулит просто уже этот. Пэлла Папапен. Так, вот. И, наверное, больше. На клавиатуру можно наклеить клееночки, эти кнопочки. Чтобы у нас здесь были русские буквы. Ну, и, в принципе, наверное, все. Все остальное вроде как работает. Громкость работает через FN. Треки можно переключать. Пауза. Ну, короче, все, в принципе, хорошо. Поэтому я бы, наверное, такой ноутбук взял. А вы решайте сами. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Я сегодня приятно удивлен, что китайцы начали. Делать ноутбуки, которые действительно можно применять в работе. Для работы вот такая вещь. Для тех, кто хочет поиграть, даже не думайте, здесь вам ловить нечего. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok